Как вы считаете, кто стоит за взрывом в метро 3 апреля? Затрудняюсь сказать. Вот варианты спецслужбы, ИГИЛ или какой-нибудь другой? Без комментариев. А вы как? Я не могу просто откровенно ответить. Почему? Ну, вот так считаю. Своё мнение, которое я вслух не могу сказать. Ну, спецслужбы, да, наварят ли спецслужбы. Это наоборот, ну, плохо сработали, поэтому, скорее всего, и взрыв. ИГИЛ, ИГИЛ нет. Иначе ответственность же не взяли пока, или взяли уже. Ну, значит, какой-то исламский фундаменталист, смертник. Всё. Сам по себе, да? Ну, да, раз ответственность не взята, это теракт, это же, в первую очередь, всегда ответственность берут, ну, какая-то организация. Если ответственность не взята, это просто массовое убийство. На какой-то, ну, в данный момент, в данном случае на религиозной почве, всё. Злые силы. Наверное, ИГИЛ. Террористы, да, ИГИЛ? Ну, террористы. Честно говоря, не знаю, кто там может стоять. Многим может быть выгодно. Первые два варианта вряд ли. Ну, скорее всего, третий какой-нибудь. Потому что у нас практически же все теракты были от Северного Кавказа, оттуда. Ну, от сепаратизма, который был именно с Кавказа нашего. А сейчас откуда? Ну, тоже, скорее всего, именно оттуда. С Кавказа? Да, ну... Не в Сирии? Нет, вряд ли в Сирии. Это, скорее всего, те люди, которые либо сейчас живут на Кавказе, либо которые жили там и, допустим, уехали куда-нибудь в Турцию. И оттуда уже планируют. Даже не знаю, нет предположений. Я думаю, кто-то третий. А вообще это сам по себе человек или как, вот, по-вашему? Я думаю, нет. Кто-то его все-таки подвел? Ну, скорее всего. Очень сложный вопрос, короче говоря. От и до. От того, что нужно отвлечь народ, до того, что, конечно, террорист. Вот у нас три варианта. Спецслужбы, ИГИЛ, и кто-то третий. И ни к тем, ни другим, не имеющий отношения? Ну, наверное. То есть я думал на эту тему. Ну, откуда мне маленькому человеку знать это? Просто вот ваше предположение. Предположение предполагать, то есть это в пользу, что называется, бедных людей. То есть здесь нужно знать. Здесь нужно как бы, ну, хотя бы что-то. То есть всем выгодно, по всей вероятности. Ну, скорее всего, ИГИЛ, я думаю. Ну, понятное дело, кто стоит. Все это радикальные группировки, больше никому это не нужно. Вероятнее всего кто-то другой, потому что ИГИЛ, как у нас, строго пресекает, а других более мелких группировок хватает. В России давно с этим проблемы, но, может, теперь начнут решать. Я могу сказать, что мое мнение, это страновые элиты США, скорее всего. А мне все равно, у меня сейчас другие задачи. Вот у нас три варианта. ИГИЛ, спецслужбы и как кто-то третий. Ну, смотрите, если учесть, что ИГИЛ, в принципе... Ну, смотрите, после этого теракта начались взрывы в Сирии, да? Это как следствие, то есть продолжение чего-то. Если это рассматривать вкупе, в целом, да? То получается, смотрите, сначала теракт. Никто не может понять, кто это сделал. Сейчас задаете вопросы. Потом в Сирии взрывы. И пошел сразу наступление ИГИЛ. До этого много было версий, да, но ИГИЛ поддерживается США. Соответственно, взрывы, если логику такую, ну, прослеживайте мою, то, скорее всего, надстрановые элиты США стоят за взрывами в метро. Риторический вопрос. Мы этого никогда не узнаем. Я думаю, четвертый вариант. Все. Четвертый, да? Четвертый вариант мы никогда не узнаем с вами. Мы пешки. А вот вы предполагать как-то можете? Вообще нет. Ну, понятно, что политические какие-то аспекты. Чтобы это были спецслужбы, надо быть очень эгоистичными людьми, да. Они не такие, да? Они такие, да. Но здесь же присутствует фактор смерти. Я думаю, что настолько опуститься в свою душу, да, настолько унизить, мне кажется, что это слишком чересчур. А вот как вы считаете, этот взрыв – это политика? Ну, нет, я не думаю, что это по каким-то политическим мотивам связано. Просто запугать население, запугать. Может быть, это подготовка почвы к чему-либо, вот, ну, еще, не знаю. Я не знаю. Ну, предполагаю. Такие взрывы – это всегда политика? Скорее всего, да. Конечно, политика. А вы как считаете? Я однозначно политика. Политика, да? А что же, это так, просто прикол, что ли? Взорвал и пошел. Это маскотине, короче говоря, это даже больше я могу сказать. Дали все. Бесплатное, то есть, лечение, образование, работа, все, что можно в России. Все, только пользуйся. Чем угодно. Тем более в таком городе, как Петербург. А он взял и взорвал. Почему? Почему это сделал он? Вот это я думаю. Или он какой-то отмороженный, или просто-напросто. То есть, не знаю. Во всяком случае, узбекскому народу это кайфа не прибавило в наших, как бы, сердцах и душах. Хотя есть люди хорошие и там. Я служил с ними в армии. Немножко знаю. А вы вот как считаете, этот взрыв – это политика? Само собой, взрыв и теракт – это всегда политика. Урона мало, больше политического действия эффекта. Или идеологического. Так что, ну, это все связано, поэтому это всегда политика. Естественно. Да? Стопроцентная. Я считаю, это давление на нашего президента, который находится, ну, скажем, в глобальной игре, которая над, даже над страновыми элитами, то есть на глобальном уровне. И вот эти местечковые, скажем так, игры пытаются определить его, на какой из стульев его посадить. Потому что он между двумя стульями, так сказать, и на глобальном уровне, и в то же время за Россию. Но первичный, конечно, Россия. Поэтому, заметьте, какие были сделаны после удара тамагавками, были сделаны какие заявления там и Лавровым там, и, ну, скажем, нашими властями. То есть они сразу осудили это, как агрессора США. То есть это все взаимосвязано. Не стоит рассматривать одни взрывы, как, скажем так, как отдельно взятый, да, элемент. Это все нужно смотреть глобально так. Это мое мнение. Да, это политика. Точно политика. Потому что даже если это исламисты, это тоже политика. У них своя политика, да, на этот счет. Свои, свое мнение.